Всем привет! Меня зовут Виталий. Сегодня я вам хочу рассказать о книгах, которые я прочитал в апреле. В последний вагон уходящего поезда, да, потому что уже 10 мая на момент записи этого видео. Плюс хочу вам рассказать о своих книжных покупках и плюс о тех книгах, которые я собираюсь еще читать на протяжении оставшихся трех недель мая. Начну с прочитанного. Первой книгой апреля у меня стало знакомство с Джо Аберкромби и его первым законом, трилогия «Первый закон». Это первая трилогия, открывающая его цикл «Земной круг». Называется «Кровь и железо» у нас на русском, на английском это «Blade itself». Что у нас здесь происходит? В этой книге, это как водная книга, и Джо Аберкромби нас именно знакомит со своими персонажами, со своей вселенной, со своим миром. Я так, насколько я понял, предполагаю, что здесь действие происходит примерно в 17-18 веке нашей эры. И мне очень понравилось то, как пишет Джо Аберкромби. И я, конечно, думал, что это будет чуть-чуть похуже, поскольку все говорили, что там... Не то, что хуже, а, наоборот, еще больше грязи, больше жести, поскольку это относит к темному фэнтези. Но хочу сказать, что крови, грязи здесь предостаточно тоже. Здесь о мести, о политических интригах. В общем, очень много персонажей, кстати. Главных не так много, но есть много второстепенных. Из главных у нас имеется Логин Девятипалый. Это северянин, имя которого все боятся. Его зовут «Девять смертей». Потом есть инквизитор Глокта. Очень такой колоритный персонаж. И он как инвалид, потому что он на войне был в плену. Его там пытали, естественно. И со временем он стал инквизитором. Сам стал пытать людей, добывать из них информацию. Этому персонажу больше всего почему-то переживаешь. Потому что ты понимаешь, сколько всего выпало на его долю. И понимаешь, что, скорее всего, сам бы ты, наверное, ввел бы себя точно так же, если бы не хуже. Дальше у нас здесь еще есть самовлюбленный Джезаль, который очень любит себя. Это, ну, я бы сказал, рыцарь. И он реально очень любит себя, очень превозносит себя. И даже, ну, знаете, такой человек, который пользуется женщинами, и который к ним никаких чувств не испытывает, пока однажды не встречает одну единственную. Назову ее так. Дальше у нас здесь есть великий маг Бояс, первый из магов. И он выглядит не как Гэндальф, такой добрый волшебник, да, не как Дамблдор. Он тут лысый. Немного седина у него есть вокруг, так вот, да, вокруг черепа. Ну, скажу так. Потому что это читать надо, как Джотгер Кромби их описывает, всех своих персонажей. Здесь еще есть Ферро, тоже, но она появляется ближе к второй половине книги. Про нее мы будем говорить уже позже, когда я буду составлять полный обзор о трилогии. Ну, из таких вот главных действующих лиц, главных персонажей, это пока что все. Есть еще там другие, парочка других. Но я хотел бы вам поговорить именно об этих персонажах, об этих героях, потому что они занимают в основном самую большую часть этой книги. По устройствам мира я тоже пока говорить ничего не буду, потому что это пока что вводная книга. Я хочу еще дальше углубиться в историю эту, чтобы потом составить полное впечатление об устройстве этого мира. Ну, здесь очень много географических названий, очень много разных рас, много религий. И где-то в религии вообще нету. И вот этот вот момент, он очень важен для меня, как для читателя, любителя фэнтези. Потому что детальность и проработанность мира мне очень важны. Дальше. Второй книгой, которую я прочитал в этом месяце, был Патрик Ротфус и его «Имя ветра». Я очень давно хотел познакомиться с этим произведением, с этим автором. И это тоже первая книга в трилогии «Хроника убийцы короля». И здесь взрослый Квоут в трактире рассказывает Хронисту свою историю в течение трех дней. И вот вся первая книга – это первый день, на протяжении которого Квоут рассказывает эту историю. Вторая книга у нас разбита на два тома, и это второй день, на протяжении которого он рассказывает свою историю. А третий день Патрик Ротфус пишет уже вот 9 лет и до сих пор никак не назовет дату выхода. Потому что, насколько я понял, ему не понравился первый вариант, он его полностью выкинул и переписывает. Да, и он, наверное, соревнуется с Джорджем Мартиным, но у Мартина меньше шансов, потому что он уже на восьмом десятке, а у Ротфуса больше шансов к тому, что он выпустит свою новую книгу, потому что ему всего лишь 46. А здесь есть тоже карта мира. Такая вот, надеюсь, а пока происходит не... Ну, примерно вот в этом округе, в государстве Содружества. Это большая книга, толстая, здесь 860 страниц, и я прочитал ее дней за 10, по-моему. Как же она вкусно написана! Это самая поэтическая фэнтези, которую я когда-либо читал. Такой поэтический язык я никогда не встречал в фэнтези. Вот здесь подсказку себе написал, чтобы вам именно вот зачитать то, что вот я прочувствовал. Такое ощущение, будто я слушал балладу, которую исполнял Барт в средневековом трактире. В некоторых моментах у меня мурашки бежали по коже от того, как красиво, вкусно и необыкновенно это написано. И я до сих пор так думаю, возвращаясь мыслями к этой книге, потому что я смаковал просто каждую страницу этой книги. Смаковал каждую строчку, потому что это очень красиво написано, и это очень красивая история. В некоторых моментах я прям вот, ну, отрывался от книги и думал, боже, как это красиво. Потому что, ну, и реально были мурашки по коже от некоторых моментов, потому что Патрик Ротфус реально обладает таким вот талантом рассказчика. Ну, я хочу его назвать мастером пера, потому что не каждого писателя я так могу назвать очень мало. Это мастер пера для меня. Это вот как раз Патрик Ротфус, это Бернард Корнуэлл, про которого мы еще поговорим, это Джоанн Роулинг и это Стивен Кинг. Вот в основном вот эти вот, ну, Джош Мартин еще, да, вот эти пять писателей, про которых я хочу сказать мастера пера. Вот обязательно советую всем, кто не любит фэнтези, начать знакомиться с фэнтези именно с этой книги, именно с этой трилогии, с этой историей, потому что здесь от фэнтези тоже мало. Это можно сказать, как вводная книга на протяжении 860 страниц, а о мирном устройстве там написано очень мало. В основном написано про персонажа главного. И его история. Но устройство мира нас еще ждет впереди, я так полагаю, во второй и в третьей книгах. Но я предполагаю, что мир здесь будет прямо-таки вот крышесносным, детальность и проработанность тоже будет вот по полочкам разложена. Не зря он пишет 9 лет третью часть. И я так думаю, что это тоже будет двухтомник, если не трехтомник. Но обязательно советую всем, кто не любит фэнтези, познакомиться с фэнтези, с этим жанром, а может и на эта книга. И если вы любите очень красивый поэтичный язык, тоже не затягивайте знакомство с этой книгой. Дальше. Третья книга, которую я прочитал в апреле, и последняя эта книга, это Пернард Корнуэлл и его вторая часть из саксонских хроников, «Бледный всадник». В нашем издании здесь и «Пятый день королевства», и «Бледный всадник». Я здесь так закладочкой себе пометил, где она начинается. Вторая книга. Она чуть-чуть побольше, чем первая. Но она прочиталась довольно быстро. Хотя я, ну, медленно читаю, но она прочиталась очень быстро. И как здесь написал Джордж Мартин, в романах Бернард Корнуэлла, история поистине оживает. И это так. Потому что все сухие факты, все битвы, все, что происходило в девятом веке, все скучные моменты, Корнуэлл оживляет. Так, что ты вот как будто находишься там, тебе самому хочется изучить эту историю. Я постоянно потом заходил в хотя бы Википедию и читал, что происходило в истории на самом деле. Здесь также у нас идет продолжение про историю Утрада, главного героя Сакса, похищенного в детстве датчанами и воспитанного как викингом. И здесь противостояние. Он будет сражаться то за англичан, то за датских викингов. И вот это вот на протяжении всей серии он будет делать вот этот вот сложный выбор, потому что воспитан он как датский викинг, и он их любит, датчан. Но рожден он на территории Англии, саксом, поэтому делает такой выбор очень часто туда-сюда, туда-сюда, то за одних, то за других. И вот очень интересно... Мне, например, самому интересно больше, когда он с викингами, потому что там они язычники, а у царцев у короля Англии, а Альфреда у короля, у Эссекса, он в свое время ударяется в религию, Альфред был очень набожный человек. И вот мне вот это отражение шло от того, когда все время они говорили о боге, о религии, даже не то, что о боге, да, но то, как это преподносит Корнуэл, и ты понимаешь, что по истории именно так было, и у тебя начинаются такие мысли, что все-таки религия очень сильно навязана была, и идет немного такое отторжение. Ну вот так живо пишет Корнуэл. Я помню все, что здесь происходило, в очередной раз говорю, потому что Корнуэл реально оживляет историю такими картинами, такими описаниями, что у тебя в памяти это все впечатывается и остается. Очень советую всем, кто любит исторические романы, и даже кто не любит, кто хочет с ними познакомиться, берите именно Корнуэл либо Азенкур, либо Савцонской хроники. Не начинайте с Короля Зимы, потому что, насколько я понял по отзывам, он немножко по-другому там пишет. И у людей больше ожидания, что это будет что-то в духе Джо Аберк Робби, но нет, на самом деле не так. Больше ничего я не хочу сказать про эту серию, потому что все начинается в «Последнем королевстве», я это читал именно в «Бледном усаднике». Хочу сказать, что я смотрю сериал каждое воскресенье, потому что я хочу разбивать вот так вот, да, постепенно смотреть, не залпом. Я посмотрел, как прошло две серии первого сезона, и хочу сказать, что много там моментов они соблюли, сделали по книге, на некоторые моменты все-таки были не по книге. Вот настолько я запомнил, хотя я, ну, абсолютно не собирался, ну, не ставил себе цели, чтобы вот запомнить все. Нет, просто это все впечаталось в память, что, зачем шло, и картины оставились живыми у меня в памяти. И поэтому некоторые несостыковки с сериалом, ну, я провожу, конечно, в своей голове, но сериал очень добротный. Ну, первые две серии пока что да. Сегодня буду смотреть, скорее всего, вторую, третью серию вечером, и смотрю я их в сериал на английском, потому что он только на Нетфликсе, но с аккаунта своей девушки, а у нее аккаунт американский, поэтому смотрим на английском. Дальше по плану я хотел вам рассказать свои книжные покупки, которые я совершил на Азоне, и забрал в пункте выдачи. Вот первое, что здесь лежит, это Скотт Линч и его хитрости Локо Ламоры, цикла благородных каналей, это трилогия. Пока что трилогия, но, насколько я знаю, Ход Линч пишет четвертую книгу, может, даже будет пятая, не знаю точно. Достал только в этом издании, потому что в твердой обложке в серии звезды новой фэнтези азбука уже не издает. Тираж закончился, пока у них планах нет. Наверное, будет только, когда выйдет четвертая часть. Но хотя бы вот в гастом издании я себе приобрел на первую часть. Если мне понравится, я думаю, что мне точно понравится, то вторую и третью я буду читать уже в электронке на айпаде. Буду знакомиться, но, скорее всего, в июне. Дальше. Что у меня здесь? Это Глен Кук «Нашествие тьмы». Здесь трилогия, точнее, не трилогия, но здесь три первые книги в хронике империи ужаса. В одном томе у нас, на русском наддале, такой толстячок. Я сейчас читаю как раз в рамках великого фэнтези-забега, который анонсировал освет на канале Tuttle Girls, поэтому я оставлю ссылку, скорее всего, на это видео. Посмотрите. И пока ничего не хочу говорить об этой книге, потому что я пока вливаюсь. Я прочитал уже почти 200 страниц, но пока что еще вливаюсь. И мне надо дальше прочитать, чтобы составить какое-то более полноценное мнение об этой книге. Здесь серии Хроники империи ужаса состоят из 10 книг. Я так полагаю, вот раз в первой книге три книги, то во втором томе будет еще три книги, а дальше в третьем и четвертом по две книги. Логично. Прочитаю, буду вам рассказывать. Дальше тоже Глен Кук. Я взял себе Тиранию ночи. Это первая книга из серии Орудия ночи. В этой серии пока все четыре книги. Не знаю, будет ли там продолжение. Но второй и третий в продаже не было, и была только четвертая. Я пока решил ее не брать, решил сначала прочитать первую книгу, чтобы ознакомиться с этой серией и решить, понравится она мне или нет. У меня есть в Москве Хроники черного отряда, первая часть. Я с собой их не брал. В Москву и в Краснодар, поэтому они остались в Москве. И решил начать знакомство с империей ужаса. И насколько я понял, империя ужаса как раз-таки стала таким вот, ну не знаю, черновиком, ну отправной точкой к тому, чтобы Глен Кук написал основную свою серию Хроники черного отряда. Поэтому я думаю, что я правильно начал свое знакомство с ним. Прочитаю, скорее всего, в июне и сделаю вывод, читать дальше или нет. Вторую, третью, четвертую части. Но очень у меня большие ожидания. Поэтому поживем, увидим. Дальше. Брэндон Сандерсон и его «Устремленное в небо». Это новинка у нас на русском языке. Она вышла именно в 2020 году. В английском языке она вышла в 2018. И это... С этой книги я начну свое знакомство с Брэндоном Сандерсоном. Я хотел начать свое знакомство с ним с рожденного Туманом, но опять же оставился в Москве. Поэтому придется начать с этой книги. И насколько я понял по уцовам и по советам, люди говорят, что можно начать с этой книги. Но это, конечно, не основное произведение мастера. И насколько я понял, здесь тоже начало нового цикла. Брэндон Сандерсом много циклов начато, но не завершен ни один. Только «Рожденный Туманом» и все. Буду читать в рамках фэнтези-забега. Расскажу чуть позже. Дальше. Тоже Брэндон Сандерсон и его «Убийца в войне». Это отдельное произведение. Но тоже в... Происходящее в мультивселенной «Рожденного Туманом» и архивах «Быри света». Буду, скорее всего, читать в июне. Посмотрю. Может быть... Дойду, может быть, пораньше, но вряд ли. Из-за этого фэнтези-забег. Вот. И это я точно буду читать в мае. Дальше. Что я буду читать в мае? Это «Власелин колец Толкина». Я вам обещал, что я буду... Дам ему второй шанс. И это тоже будет в рамках великого фэнтези-забега. Итак, теперь книги в марафоне «Великий фэнтези-забег», который я собираюсь читать в мае. Я уже даже начал. Первое. Пункт – это «Бесконечная история». Там должно быть в этой серии больше семи книг. Я, естественно, взял Гленна Кука и его «Хроники империи ужаса», потому что здесь десять книг. Больше семи. Вот. И сейчас читаю пока что первую книгу. Она называется «Тень бесконечной ночи». Я, наверное, в рамках фэнтези-забега прочитаю, скорее всего, сразу все три. Но считается, это будет за одну. Поэтому ждите большого отзыва. Дальше. Второй пункт – это второй шанс. Для меня это, естественно, «Властелин колец». Там надо было выбрать либо автора, либо серию. Автор мне нравится. Толкень, как он написал «Хоббита», мне нравится, да. Но вот «Властелин колец» мне что-то не заходит. Поэтому я прочитаю только хотя бы первую книгу «Имена хранителей». «Братство кольца», да, в разных переводах по-разному. Здесь, наверное, по-моему, «Хранители». И начну, наверное, с самого начала как раз-таки. Не буду начать с 220-й страницы. Начну именно сначала «Опязывал гражданного угощения». И потом все-таки добью и расскажу вам свое мнение о первой книге именно. Дальше. Даю шанс «Властелин колец». Третья часть – это «Горячий пирожок». Ну, на русском это «Устремленного неба» Баррендана Сандерсона, потому что в этом пункте такое уточнение, что книга должна быть 2020 года. Ограничиться на 2020-м, но на английском она вышла в 2018-м, но на русском у нас в России она вышла в 2020-м. Поэтому я ее отношу к этому пункту к «Горячему пирожку». Но! Дальше попозже еще расскажу. Следующая часть у нас пункт это «Родная речь». То есть писатель на моем случае русский, пишет на русском языке. Здесь у меня сразу два писателя Илона Волынская и Кирилл Кощеев и их серия «Севир». Я держу в руках вторую книгу, но буду читать именно первую. Почему я держу вторую? Потому что у меня куплена вторая, третья и четвертая книги, а первая и пятая я их не покупал. Они у меня в электронном формате. Я буду читать в электронном формате именно первую книгу. И если затянусь, то может быть даже прочитаю и вторую, третью, четвертую и так далее. В серии всего пять книг. Это довольно детская, подростковая фэнтези. Написано, по-моему, 12+. А где даже рейтинга и нет, можно даже и раньше читать. Ну, порт, кстати, красивый. Вот. Я буду начать с первой части «Севира». «Дангар. Великий шаман». У меня эта книга из 2012 года. Это вся серия. Но я до сих пор ее не прочитал, потому что все время читал другие книги. Вот. Есть повод прочитать именно эту серию и оценить. Посмотрим. Дальше. Следующий пункт у нас на долгой паузе. В моем случае нет ни одной фэнтези серии, которая или фэнтези книги у меня на долгой паузе, которую я не читал. Единственное, что я могу отнести к этому пункту, снова «Властелина колец», потому что дошел до 220-й страницы, а дальше не продвинулся. Не знаю, можно ли так совмещать два пункта в один, раскручить позже кое-что. Но в следующем пункте у нас в далекой галактике, то есть, это тоже фантастика. То есть, что-то с космосом связанное. Могу отнести опять устремленную в небо Брэнда Насандерсона. Насколько я понимаю, судя по обложке, здесь что-то будет именно с фантастикой. Наверняка здесь сплав фэнтези и фантастики, поэтому я посмотрю. Ну, скорее всего, я тоже отнесу ее к этому пункту, потому что у меня ничего другого из фантастики нет здесь, в Краснодаре. Да и в Москве ничего нет. Могу только этот пункт отнести. Но кое-что дальше расскажу, потому что в марафоне считается, что ты его выполнил полностью, если ты пришел четыре книги из семи. В моем случае здесь всего пять книг, потому что вот эти две относятся к двум пунктам. Это на два пункта и это на два пункта. Поэтому пять. Если я прошел хотя бы эти пять книг, то фэнтези-забег, фэнтези-марафон будет считаться выполненным. И дальше седьмой пункт это возвращение к истокам. В моем случае это Гарри Поттер, потому что именно Гарри Поттера фэнтези и вообще чтение. Я беру пятую книгу Орден Феникса в переводе Марии Спивак издательства Махаон, потому что в издательстве Адрасмен я читал уже два или три раза. В оригинале пока я не хочу, потому что мне надо там вторую, третью, четвертую прочитать. А вот в Махаоне я прочитал именно четыре книги. И, честно говоря, спокойно отношусь к этому переводу. Не нравится, но в отношениях более-менее спокойно. Буду читать именно в этом переводе, в этом узнании, потому что я еще не читал именно в этом издании. Представление не нуждается, фильмы все видели, книги, скорее всего, тоже все читали. Но это будет мое возвращение к истокам. Поэтому великий фэнтези за две выглядят у меня вот так. Пять книг. Если я прошу хотя бы четыре, то это уже будет считаться выполненным. Да. И потом к книжным покупкам я отношу вот эти вот две книги. сейчас пять книг, а не две. Вот эти у меня относятся к книжным покупкам. Ну, а прочитанные в апреле вот они, красавцы. потому что апреле, видите, у меня был не очень насыщен книгами, но по количеству книг, но очень насыщен объемом. Посмотрите, все они толстячки. Ну, последняя королеса не совсем толстая книга, а вот вот эти две можно с толстячкам. Иммигратор вообще 860, здесь 554, по-моему, страницы. На этом все, новости закончились, и я надеюсь, вам очень понравилось, и мы увидимся с вами, надеюсь, очень скоро в книгах прочитанного в рамках великого фэнтези-забега и прочитанного в мае. Осталось всего лишь три недели, может быть, я еще что-то там придумаю и расскажу отдельно про какую-то серию, и возможно, это будет даже Гленн Кук. Посмотрим, может быть, а может и нет. Будьте все здоровы, будьте все счастливы, читайте книги, наслаждайтесь ими, и проводите время с пользой. Всем счастливо, всем пока!